Всем добрый день, это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару, и сегодня у нас в гостях Мария Васильевна Семенова. Мария Васильевна, добрый день. Здравствуйте. Писатель, которого большинство знает как автора книжки «Волкодав», серии «Волкодав», но творческая деятельность Марии Васильевны не ограничивается книгой «Волкодав», у нее очень много увлечений, и вы не только писатель, но и поэт. Я, честно говоря, читал «Волкодава» достаточно давно, я пытался сегодня вспомнить, мне кажется, лет 15 назад, и читал всю серию, и нашел книжку вот сегодня у себя на полке. У меня с одной стороны стоит Ник Перумов, а с другой стороны Джо Аберкромби, есть такой фэнтезийный автор, причем, который мне очень нравится на самом деле, он очень хорошо пишет. Но, тем не менее, я когда узнал, что вы придете, для меня это было некоторое удивление, прежде всего потому, что вы большой писатель, большой русский писатель. Как вы оказались у нас в Забайкальском крае? Какая цель приезда? Ну, вот однажды появилась прекрасная женщина из ваших краев, которая сказала, что почему бы не приехать нам с моей подругой и с автором Анной Гуровой, вот почему бы нам не посетить Забайкалье. Мы закричали «Ура!» Значит, мы там до сих пор не были, не видели Байкала, это вообще нас совсем не украшает. Ура, ура!» Сказали мы, быстренько сложили вещи и забрались в поезд, и вот мы тут. Никогда не были в Забайкалье? К сожалению, никогда еще. Вот первый раз открываем для себя вот эту землю, этих людей, вот, и просто пищем от восторга. Почему? Что нравится? Ну как? Ну, во-первых, люди. Вот. Нам очень нравится, что Забайкалье много национально. Вот. Мы прекрасно знаем патриотический настрой здешних жителей, которые мы полностью разделяем. Вот. Ну а когда вот это все есть, ну, общий язык-то найти можно. Кроме того, мы сейчас достаточно плотно в теме шаманизма, потому что вот работая по вопросам славянской культуры, мы с неизбежностью занялись соседями славян-финно-угорскими народами, которые вот вместе со славянами в дальнейшем породили русский-то народ. И с участием кочевников-тюрков. Не без этого. И когда мы стали исследовать финно-угорские культуры, то, опять же, с неизбежностью вышли на тему шаманизма. Стали изучать, на своих выступлениях стали рассказывать. Дальше мы в какой-то момент поняли, что одно дело там развесить слайды, да, или проектор включить, а совсем другое – показывать это живьем. Появился бубен, появились костюмы, выверенные по этнографическим образцам. Да, узнают цари и царята, здесь на севере люди крылатые. Кто решится испить нашей крови, пусть себе домовину готовит. Не строит ни башен, ни каменных стен, но ни перед кем не согнет кулинку. Но вольный шлем в обыдку простой нарях тонких лакус не едят. А и трусов не родят. Вот в чем дело. И когда тут нам еще пообещали встречу с настоящими шаманами, а не с циническими, как мы грешные, ну, мы просто двумя руками и зубами за эту возможность ухватились. Но еще не встречались? Встречались. Какие впечатления. Прекрасным человеком, значит, в окрестностях города Улан-Удэ. Я вообще вот на всякие тонкие проявления довольно человек толстокожий, но я почувствовала. То есть, когда ощутимо сгущается воздух, вот когда внимание шамана направлено, это, знаете, дорогого стоит вот этот опыт, вот это почувствовать. Все люди, которые знакомы с вашим творчеством, ваши поклонники, прекрасно знают вашу привычку погружаться в предмет того, о чем вы пишете. Вот как раз именно про это я и говорю. Здесь много всего на самом деле. И лошади, и айкидо, и собаки. На меня отдельно почему-то, я вот сегодня с утра читал ваше интервью и послушал пару интервью. Приятно очень удивило погружение в кулинарию, тему кулинарии. И я почитал про ваших любимых авторов, некоторые книжки скачал, для меня это прям было некоторое открытие. Вот вы очень любите Джеймса Хэриота, вот, и я сегодня почитал про него. Для меня серьезно, вот открытие, я говорю как есть, скачал несколько его книг, посмотрел. Ты мой любимый писатель, попросту говоря. Да, и я посмотрел его рейтинги на Лайфлибе, но они запредельные, то есть там выше 9, это большая редкость, когда у него все книжки 9.4, 9.5, 9.6. Знаете почему? Потому что книги этого человека, они просто тебе дают заряд деятельного добра. Он же доктор-ветеринар был, и это книги не о том, как вот там у миссис такой-то была забавная собачка, она делала вот так. Это нет, это рассказ о людях и животных. Вот действительно хочется бежать и творить добро, вот почитав эти книги. Вот ты читаешь про этого доктора, который в глухую ночь, боже мой, это предвоенная Англия, там зачаточные телефоны, там вот ему звонят, тут кошечке плохо, доктор, приезжайте. Он непогода, там дождь хлещет, он прыгает в машину, едет помогать кошечке. И вот встречает каких-то необыкновенных людей, которые рядом с заболевшим животным. Отчего стоят его рассказы, где он описывает совершенно бытовую помощь животному, и ему потом приходит отзыв. Доктор, вот у нас собака тоже проглотила мячик, но мы знали, куда надавить. И собака не задохнулась. Вот сам пишет, говорит, ну это вот орден ему прямо выдали. И я знаю, что у людей, читавших эти рассказы, тоже иногда это помогало спасти жизнь. Ну это не с чем сравнивать просто. Я две книжки скачал на букмэйте, они есть, и с удовольствием прочитаю. Это, считайте, ваши рекомендации на меня сработало. И Вильям Похлёбкин, ещё один ваш любимый писатель. Я сегодня про него почитал. Я как бы слышал, но я не погружался в его судьбу. Человек удивительной судьбы, с удивительным опытом именно вот этого кулинарного творчества, ориентированного на широкие массы людей. И, видимо, воспитавший в том числе этим своим творчеством, ну не несколько поколений уж, наверное, советских людей, но повлиявший на многих. Понятно, что кулинарный мыслитель, всё такое, но он не просто изобретатель каких-то новых вкусов и блюд. Он же, ну с моей точки зрения, главное, что он сделал, это он зафиксировал вообще всевозможные кухни народов нашей страны, ну и некоторых зарубежных. Не всё успел, к сожалению. Я его начала читать-то именно поэтому. Откуда вообще это увлечение кулинарией в таком виде? Ну, во-первых, когда мои герои куда-то приезжают, будь то исторический роман, так я должна знать, что в этой местности ели, чем их могли угощать. Это же интересно об этом читателю рассказать. Если это фэнтези, то всё-таки у меня те вымышленные народы, они тоже базируются на нашей земной этнографии. И тоже я лезу посмотреть, а что ж там готовили, что такое необычное и в то же время реальное читателям показать. Ну, а когда про это начитаешься, ну, самому же хочется приготовить. Вот есть ещё один автор, которого вы, наверное, собирались упомянуть, это Сталик Ханкишиев. Ой, я вообще отдельно хотел спросить, потому что у меня все его книжки есть. По его первой же вышедшей книге «Казан, мангал и другие мужские удовольствия» там пошаговая инструкция, как делать плов. Причём не с шикарными ресторанными картинками, а реально то, что ты увидишь у себя в Казани. Я притащила огромный казан, значит, там мужики сварили для него таганок. И вот по этой вот его шаговым рекомендациям у меня с первого раза получился отличный плов. А вы знакомы состали? Нет, я не знакома. Говорят, в личном общении этот человек очень своеобразный, но книги у него гениальные. Он ещё такой, знаете, телевизионный ведущий, за которым приятно вообще-то наблюдать. То есть у него и книги, во-первых, их в руках приятно держать, их приятно читать, по ним приятно готовить. За ним приятно наблюдать, как он готовит на этой своей знаменитой плове. Человек любит свой предмет и великолепно его знает, и вот это им движет. Готов наш плов. И салат специальный для плова тоже готов. Салат этот называют то как? Вот по-ташкентски его называют помидор бопиос, помидор с луком. А на узбекском языке у него есть целых два названия. В Ферганской долине его называют шакароп, что в переводе означает «сладкая вода». А в Ташкенте и в других областях называют «ачих-чучук». Но вот без него плов не едят. Это ж невозможно плохую книгу написать. Невозможно. Да, там один рецензент написал, что тут каждую страницу хочется выдрать и сожрать даже без зелёного чая и лепёшек. Я причём вот сегодня тоже слушал ваше интервью и слышал, что вы прям на печке умеете готовить, да? Ну как? Значит, я могу готовить и на печке, в смысле это вот плита, которая топится дровами. Но мне этого оказалось мало. Я решила, ну как, вот я пишу там про древности. Я же выросла на рассказах мамы и бабушки, как они готовили в русской печке, и как это, в общем, глаза закатывали, как это было вкусно. И каждый раз добавляли, вот теперь мы никогда этого не попробуем. Значит, а, собственно, почему, сказала я и, ну так, поразбиралась немножко в технологии и состряпала у себя дома печку. Ну, это фактически то, из чего потом образовалась русская печка. То есть, русская печка у неё горнила полубочкой, а у меня полусферой. Вот вся разница. Вот, и точно так же вот там раскаляется этот свод, потом, значит, при лёгком падении температуры там готовится, всё, что ты туда положишь, интереснейшее дело. Я столько нового узнала. До сих пор готовите на печь? Иногда, да. Ну, вот сейчас мне для одной себя готовить уже не так интересно. А вот пока со мной был мой отец, он в последний год своей жизни, в общем, только из этой печки и кушал, говорит, все вкусы детства вспомнил. Ещё одно увлечение – это гусли. Да. Вообще вот эта история с пением. Я считал, что вы отдельно занимались пением. Сейчас занимаюсь. Вы понимаете, у меня с музыкой очень сложные отношения. Во-первых, я выросла на мировой классике. Я в кубике на ковре играла маленькая, отец мне заводил Баха, Бетховена там на совершенно допотопном проигрывателе тогдашнем. Ну вот я вот под эту музыку выросла. Потом купили пианино, и надо мной стояли с ремнём. В самом буквальном смысле слова. В итоге, значит, я возненавидела всё, что вот к исполнительской музыке относится. И там лет в 14, отбрыкавшись от этих ненавистных уроков, я сказала, всё там больше в руки не возьму никогда и ни под каким видом. Ну, значит, человек предполагает, а, значит, наверху там располагают. Вот я стала писателем. Книги требуют от меня то одного, то другого. Вот как вы правильно сказали, что ради Волкодава я отправилась заниматься айкидо, после чего ещё и на лошадь полезла. Было очень страшно. Но я это сделала. Ну и так далее, и так далее. Вот тут и кулинария, и всё. И когда я добралась до замысла цикла «Братья», действие происходит вот в таком жутковатом мире многолетней зимы. И вот чтобы справиться с вот этим давлением холода и темноты, для людей особое значение принимает музыка, пение, веселье, творчество скоморохов. Ну и как? Как говорится, драку по учебнику боевого самбо не напишешь. Вот и тут пришлось, значит, что-то осваивать. Кроме того, музыка и пение – это вообще были основные занятия людей до появления звукозаписи. Сами себе делали музыкальные инструменты, сами на них играли, не дожидаясь, пока великие исполнители приедут. Вот, и я поняла, что судьба моя вообще свершилась, судьбы свершился приговор, значит, надо осваивать музыкальные инструменты. Вот, я с некоторым трудом высвежила нотную грамоту, которую с наслаждением забывала всё это время. Вот, и вот осваивала музыкальные инструменты в том же порядке, в каком они появляются у героев там в книге. Вот, сначала кугиклы, или, значит, по-современному панфлейту, на котором играет один из братьев, а потом во весь рост встали гусли. Я побежала по гусельным мастерам, вот, они мне стали от меня отбиваться к исполнителям, к исполнителям. Ну, я говорю, о чём мне исполнители? Вот вы душу инструмента знаете, вы у него там в кишках копаетесь, вот, давайте рассказывайте. И вот, когда мне рассказали, что наши предки не записывались в очередь к Страдивари за гуслями, не посылали в Черногорию за резонансной елью, а делали из того, что во дворе у человека найдётся, и средний мужик с руками, а без рук-то не выживали, он где-то за сутки мог себе живые работающие гусли сделать. Я пока там полтора часа на электричке к себе ехала, я скачала и прочитала вот ту книжку, которую мне посоветовали. Я совершенно невменяемо кинулась рыться там в своих дровяных запасах, вытащила хорошую сухую доску, схватила стамеску и очнулась часа в четыре ночи. От того, что полностью свело спину, я в одном положении, значит, вот долбила этот короб резонансный. А я с деревом-то люблю возиться, у меня всевозможные инструменты дома есть. Ну, не за сутки там кое-чего докупить было надо, клей там пока высохнет. Ну, дня через четыре-пять у меня гусельки уже функционировали. Еще я ни играть не умела там, ничего, ну, ну как, вот надо делать, надо сделать. У этих гуселей очень забавная судьба. Когда прекрасный художник Сергей Шикин рисовал обложку к одному из выпусков «Братьев», там как раз я ему предложила эпизод, где молодой гусляр, ну, совершает подвиг. С помощью вот гусельной игры спасает своих товарищей. Я ему накидала фотографии, там прекрасные исполнители, там далеко не мне чета, с этнографическими инструментами, они их правильно держат, правильно играют. Вот, 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 смотри, вот рисуй. И до кучи кинула фотографию, где я, значит, с глупо счастливым видом сижу в стогу вот с этими гуслями, и там пытаюсь на них бренчать, ну, со своими самодельными. Вот, и надо же, он именно эту фотографию взял, как-то, значит, фотошопом из нее выкроил мои руки с инструментом и приспособил на обложку. Вот, я там просто вообще где стояла, там и села, когда это увидела. Вот, ну, теперь вот я помру, а вот мои гусли будут где-то, значит, в библиотеке стоять. Но те гусли, которые с вами, это с вами сделаны или нет? Нет, 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 мое, как бы, умение не простирается, вот, да, таких высот. Это сделал прекрасный нижегородский мастер Сергей Балакин, и волею судеб уже с рук эти гусли попали ко мне. Эта песня в какой-то мере иллюстрирует мысль о том, что гусли способны исполнять не только высадули в огороде и разный фольклор, но, в общем-то, и все, что мы захотим. Песня была написана по просьбе моего коллеги и друга, писателя Евгения Щепетнова, с которым мы познакомились в Донецке. Один из его персонажей-попаданцев угодил к пиратам, и Женя попросил написать соответствующую песню, я это сделала, ему выслала. Можете представить, колоссальный мужик, патриот до мозга костей, байкер, штангист, загнал себя писательским трудом. Однажды просто утром не проснулся. Вот я эту песню теперь в памяти о нем исполняю. Что у нас позади, кандалы да тюремные стены, Что у нас впереди только море да белая пена, Все мы станем когда-нибудь кормом для чудищ подводных. Но еще не сегодня, еще не сегодня, еще не сегодня. Кто-то в дальнем краю насладится недолгим княженьем, Кто-то пулю поймает в шальном абордажном сраженье. Кто-то ляжет на плаху под пение бога угодных, Но еще не сегодня, еще не сегодня, еще не сегодня. Кто-то спляшет последний свой танец, болтаясь на рее, А кому-то судьба с каждым днем будет только щедрее. Так отмерь нам любви полной чаши жестокая сводня. Помирать не сегодня, еще не сегодня, Помирать не сегодня, еще не сегодня. Еще не сегодня, еще не сегодня. Ну и про увлечение еще. Я не буду вам задавать вопросы, которые вы миллион раз задавали про айкидо. Мне просто интересно, вы до сих пор занимаетесь, находите время или нет? Как с айкидо, так и с лошадью произошла такая вещь, Что сначала ты этим занимаешься ради книжки, То есть приходишь, вот, пожалуйста, мне необходимо, Там несколько уроков, и до свидания, я пойду. И начинаешь заниматься, открываешь для себя целый мир. Это занятие становится уже само по себе интересным. И в какой-то момент, вот, оба раза я обнаруживала, Что я тычусь в некий потолок, И я могу его проломить. Но для этого мне надо именно туда бросить Все духовные и физические силы. Вот тут вспоминаешь основной род деятельности немного другой. А вот так вот ходить кругами под этим потолком, Я просто теряю интерес. Мне интересно чем-либо заниматься, пока я в этом расту. Вот, и поэтому, значит, я с поклонами оставила и то, и другое. Вот, а госли потребовали пения, И я 60 лет себя считав полностью профнепригодной. В честь пения, да? Да, что только в душе петь. Ну, это, знаете, классическая история. Там человек себя считал в юности даровитым певцом, Потом ему подарили магнитофон. Вот, ровно так и у меня было. На этом я успокоилась. Вот, и только уже в немолодом возрасте, когда понадобилось, Я собралась с духом и пошла вот в ту самую музыкальную школу, Которая была жутким призраком моего детства. Вот, и там взялись за меня учителя, И я сказала, что, ну, я, конечно, не монсерратка, Балье там тайная, но что у меня есть, давайте разовьем. Я знаю, что, как и все в человеке, голосовой аппарат тоже тренируется. Вот, и вот преподаватели со мной занялись. Знаете, вот у йогов есть замечательное выражение, Что когда ученик готов, появляется учитель. И вот во всех вот этих делах, которыми я занималась, Мне встречались совершенно потрясающие наставники. Что в айкидо, что по верховой езде, что тут. Просто я занимаюсь у гениального, я считаю, педагога. Педагог так с легкой натяжкой мне во внучке пролезает, Но тем не менее я вот преклоняюсь. Я вот таскаю с собой гусли по выступлениям. Боже упаси, это я не хочу показать, какой я молодец. Я, во-первых, хочу, чтобы русские люди при виде гусли Не спрашивали, что это такое. Вот, а во-вторых, ребята, если это смогла я, Это можете и вы. Почему мы продолжаем там слушать пресловутого Киркорова, Да, и ругать его на все курки, А не берем наш народный музыкальный инструмент И не играем сами. Ну вот в чем спрашивается проблема-то? Про книги. Ну вот я, честно говоря, тоже воспринимал вас Основной как автора Волкодала, Но вообще-то с некоторым удивлением обнаружил, Что серия «Братья» достаточно популярная книга. Вышла уже третья, первая книга третьего тома, я так понял. Третья книга вышла полностью в двух томиках. В этом году в 24-м году. Да, и в магазинах продаются. Как вот вы себя сейчас ощущаете, как автор? «Братья» они более сильные, чем «Волкодав», Чем серия «Волкодав»? Это продолжение? Хотя вы говорили, что это не совсем та вселенная, Которая у «Волкодава» есть. Ну, сейчас расскажу. Да, вы как себя чувствуете? Сильнее, по-другому? Знаете, конечно, я чувствую себя сильнее. Ну, за 30 лет пора было чему-то новому научиться. Вот как литератор я себя чувствую сильнее, я больше знаю, больше умею, и все это стараюсь в эту книгу вложить. Что касается вселенной, ну, тоже вот один умный человек написал на «Волкодавише» – это долгожданный русский «Конан», и я 30 лет от этой фразы отплеваться не могу. Про «Конан» тоже известная история, что с вами не согласовывали соотнесение с «Конан». А теперь кто-то тоже столь же умный объявил братьев приквелом «Волкодава». Ну, какой это приквел? Там дело происходит на много веков раньше. Ну, мир тот же, но дело происходит на много веков раньше. Там ко времени «Волкодава» то, что я описываю в «Братьях», уже превратилось в полузабытые легенды. Ну, как сейчас бы, я не знаю, кто-то написал про древних хеттов, и это бы объявили, я не знаю, приквелом истории про гражданскую войну, там, например, если не про наши современные времена. Мне очень давно, ну, буквально с 80-х годов, хотелось показать вот архаический мир, который переживает кометную катастрофу. Однажды я когда-то читала книгу двух американских, значит, авторов. Один профессиональный фантаст, другой столь же профессиональный астрофизик. Вот они, значит, как-то вот закорешились и написали вместе очень интересную книжку. Там налетело из глубины Вселенной темное облако и окутало солнце, земля начала замерзать, потом оказалось, что облако – это разумное существо, с ним договорились, и оно поняло, что, решив подпитаться от солнца, оно губит живой мир. Оно быстренько, значит, там подобрало свои хвосты и, значит, сказала извинить и улетело. А на земле стали подсчитывать убытки. И вот, ну, полуафрике замерзло, это понятно, значит, по определению. Так вот, меньше всего пострадали эскимосы на севере. Вот это, значит, мне так запомнилось. Ну да, но зима подлиннее, обычной, посуровее, там лунку надо для рыбалки глубже долбить, а так-то ничего особенного, сказали эскимосы. И вот мне хотелось показать, как мир, которому еще расти и расти до современных технологий, вот люди, живущие натуральным хозяйством, как они вот приспособились. Но вот меня тогда, много лет назад, именно остановило отношение к музыке. Это ж про музыку писать, там, про какие-то, значит, театральные постановки, свят-свят-свят, значит, не буду. Ну вот, еще память о детстве свежа была, а тут деваться некуда. Только единственное, я отклонилась от первоначального замысла, я не показываю, как они выживали, я показываю, как они живут. Уже вопросы выживания они решили, прекрасно приспособились и там, значит, занимаются своими какими-то делами. Как принимает аудитория, по вашим ощущениям, братьев? Знаете, сначала это было очень смешно. Тогда, ну вот и сейчас популярен, но тогда вот как раз при выходе первых братьев, ну просто гремел Джордж Мартин с его «Игрой престолов». И немедленно, да, немедленно кто-то объявил, что я идею вечной зимы, значит, сперла у Джорджа Мартина. Боже мой, больше мне ее взять было неоткуда. Вот, и даже, значит, мартинисты меня на вот свое какое-то сборище пригласили, значит, выступить, ну так, ничего. Послушали друг друга, не поссорились. Вот, потом я братьев пишу совсем другим языком, чем я писала Волкодава. Я всемерно ухожу от каких-то заимствованных слов, и у меня не закрываются на компьютере файлы словарь «Даля» в вордовском формате, значит, весь четырехтомник. Тоже в горячем резерве там и словарь древнесловянского языка, еще там куча всяких словарей. И когда мне нужно замещающее слово, я вот его откапываю по всем этим словарям, ищу такое колоритное, интуитивно понятное желательно. И вот оно-то оказывается в моей книге. И сначала это тоже вызвало некое неприятие, тем более, что я там сразу написала, что не ждите никаких глоссариев. Вот, 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 вот он текст, понимайте его, значит, как хотите, значит, вот, будучи, значит, русскоязычными читателями, вот, пожалуйста, вникайте. Тоже вот там очень многие возражали, там, иронизировали, как только могли. Но спустя какое-то время начали появляться отзывы, независимо один от другого. Люди писали вот буквально одно и то же, что первые 20 страниц, мол, я плевался и спотыкался, но все-таки, значит, там, имея в багаже прочитанного Волкадова, все-таки не бросил, а потом как будто генетическая память заработала. И пошло. И пошло. И дальше вот все как-то, то есть, немножко как-то мозги перестроились, вот, восприятие текста, и дальше никаких не было вопросов. Люди читали, там, смаковали, вот, вплоть до того, что на одной встрече ко мне подошла женщина и, буквально там, промокая глаза, говорит, вот, спасибо вам большое, я у вас нашла слово, которое употребляла моя мама, а больше я его потом никогда не слышала. Ну, я, значит, а слово-то какое? Сукерьюшки. Это щеночки-сучонки поели из миски и пошли папашу своего теребить. Вот, сукерьюшки. Ну, как их еще назвать? Я сегодня читал некоторые отзывы к вашим книжкам. Есть такая не очень распространенная, но, тем не менее, ну, такая некая линия, может быть, что книги, они так перекошены немножечко в исторический какой-то русский национализм. Хотя я читал в Алкодаве, ничего там такого не было. Слышите такие отзывы? Слушайте, ну, вообще, если человек задался целью что-то выкопать, так он это из бетонной площадки выкопает. Уж меня-то, простите, в каком-то национализме это, ну, глупость махровейшая. Я как раз наоборот, я с очень доброжелательным любопытством изучаю какие-то ближние и дальние культуры. И вы и начинали, Татья, не с русской вообще-то культуры, а с более северных культур. Да, да, я вообще на Русь приехала самым постыдным для русского человека образом. Я, увлекаясь там историей, я в какой-то момент вот вышла на викингов. Такой моды, как сейчас, на них это не было и близко. То есть информацию по крупицам надо было собирать. И когда я начала вот их изучать, там про них писать, страшно интересно, там закопалась в научную литературу, стала вот писать. И пока я писала конкретно вот роман «Лебединая дорога», я обнаружила, что они приезжали на Русь. И мне стало интересно, а кого они тут встречали-то, что тут вообще делалось. Со школьного учебника это клубилось какое-то невнятное серое пятно, из него там торчали ручки и ножки отдельных князей, про которых тоже вот как про личности ничего нам не рассказывалось. Как-то, значит, а, да, там про древних славян ничего не известно. Потом сразу татарская ига, Разин, Пугачев, Октябрьская революция. И вот тут началась настоящая история. Ну, так вот, значит, в те 60-е и 70-е годы, когда я в школе училась, преподавали вот так. Ну, а я, знаете, у меня совершенно мерзкий и поперечный характер. Вот когда мне говорят, что туда не ходи, там ничего нету. Вот все идут туда. Я вот именно туда, куда не ходи, я сначала носом, потом лопатой, потом еще и экскаватор пригоню. И так, ну, как это? Про древних славян ничего не известно. Да чего вы мне вообще лепите? Это за что получают зарплату академики, которые там люди столько не живут, сколько они просидели в этих раскопах? Ну, вот, там уже углубились, я не знаю, дошли до материкового основания. И все ничего не известно вообще. Да что это такое? Кто это придумал? Я давай рыться. И оказалось, что известно-то огромное количество просто неизмеримой базы данных, но ученые об этом пишут для таких же ученых. Есть такая проблема? Да, да, да. Там самому надо быть кандидатом в наук, чтобы вообще разобраться. И что-то из этого такое интересное и человеческое такое, что руками пощупать можно, из этого достать. Ну, у меня уже подготовка-то была довольно солидная, поэтому, значит, я начала копаться, разбираться, тащить к себе в произведение. И, значит, это все привело к тому, что даже я выродила научно-популярную книжку о славянах. И вот это она так и называется «Мы славяне». То есть здесь о славянской составляющей русского народа, причем такой глубоко дохристианской. И вот эту книжку я просто с чистой совестью могу рекомендовать интересующимся, потому что с ее рукописью я пришла к реально великому ученому Анатолию Николаевичу Кирпичникову, недавно оставившему этот мир. И он, полистав там со мной, поговорив, он эту рукопись отдал своему славяно-финскому сектору, институту археологии. Вообще эти святые люди за спасибо разобрали по специализации, кто про жилище, кто про обувь, кто там еще про что-то. И замечания мне накидали толще, чем сама была рукопись. Я там очень многое перелопатила, дополнила. То есть эта книга выверена реальными учеными, а не дилетантами, вот как я. То есть это не мои какие-то духовические откровения, это вот на данный момент мнение нашей серьезной науки. Мария Васильевна, вот вопрос, может быть, вы здесь не совсем типичный автор, потому что вы хорошо известный автор, и до этого к нам в ЧТУ приезжал Захар Плепин, я тоже его спрашивал про это, а он еще менее, наверное, типичный автор в смысле этого вопроса. Есть ли проблемы с книгоизданием в современной России? Насколько это развитый рынок? Есть ли там какие-то стопоры на нем? Как вот вы это ощущаете, как человек, который регулярно достаточно много пишет и издает свои книги? Ну, как сказать, я, наверное, такой динозавр, который, значит, разные эпохи наблюдал, значит, у каждой эпохи своя подстава. Вот когда я начинала это, что называется, простому человеку напечататься там, боже ты мой, свою первую книжку я ждала 9 лет. За это время меня выкидывали из всех планов, закидывали обратно, там приключений была масса, это вообще отдельная история. Потом, где-то в 90-е наступил момент, когда печатали вообще всех. Своя подстава была у этого времени. То есть молодой автор, написавший что-то более-менее толковое, он попадал в руки редактору. Редактор там, значит, занимался усушкой-утруской, из этой бесформенной кучи что-то формировал, печатали. И у очень многих небездарных авторов тут же вырастали лавровые листья за ушами, и они на этом спекались. Вот первый успех пережили далеко не все. Ну что поделаешь. У каждого времени своя подстава. Там мы, больше тигры за нами по джунглям не гоняются, но зато у нас автомобильное движение, наркотики и прочие радости жизни. И прочие моменты отбора какого-то. Природа не дремлет, она формирует новые вызовы. Сейчас тоже своя подстава. Некоторые говорят, что бумажное книгоиздание умирает. Некоторые говорят, что оно не умрет никогда, потому что мало ли, действительно, вот та самая комета где-то там летает, а книгу-то и при лучине можно читать. Тут бабахнет, вырубится электричество, и где все наши электронные читалки и аудиокниги? Ку-ку, а вот зажег свечку и читай, пожалуйста, бумажную книжку. Сейчас для начинающих авторов открытые электронные площадки, но там тоже они уводят литератора в свою какую-то сторону. То есть там определенный контингент читателей, которым еженедельно подавай продолжение, да чтобы в каждом вот этом новом куске там новый виток головоломных совершенно приключений. Я знаю неплохих авторов, которые вот в этом живут, зарабатывают свои гонорары, им близко как-то духовно вот это вот писать. Ну, я говорю, я то ли давно вымерший динозавр, то ли что, но это совершенно не мой путь. Я пишу медленно, неторопливо. Мне приходят под конец книги идеи, которые надо запихать в начало, поэтому я вряд ли когда-либо на вот автор тудей и прочие такие ресурсы пойду. Для вас основная все-таки, основная форма донесения книги до аудитории это все-таки печатные книги или электронные? Знаете, для меня форма такая, что я написала рукопись, в электронном виде ее засылаю в издательство, а там дальше пускай, значит, там мудрые издательские работники решают, хотят бумажную книгу, пусть печатают бумажную книгу, хотят ее в электронном виде, мне без разницы. Мне и самой, например, нету разницы в носителе. Ну, конечно. Мне главное вот информация, особенно научная литература, вот ее много в интернете, там только поспевай скачивать и читать. Я часто захожу просто в книжный магазин, смотрю книжки, сначала смотрю, есть ли она в электронном виде тут, 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 если есть, скачиваю, если нет. Я сегодня читаю, у вас та же самая технология, я бы что-то порадовался так. Я думал, я один такой хитрый, а, видимо, у многих очень есть. И плюс вот особенно какие-то специфические научные работы, там, о каком-то определенном, там, немногочисленном народе или вот о очень специфических вопросах вот той же шаманской культуры. Это поди ты найди в бумажном виде, там, и чтобы можно было купить. Это вообще бывает за пределами. Там в бумажном виде это, может быть, какая-то была узкая публикация, ее там только в центральных библиотеках, да и то с трудом. А в электронном виде, пожалуйста, вот она есть. Хотя есть книги, которые хочется держать в руках в бумажном виде, конечно. То есть вот сегодня в соминале, на соминале сегодня про Прилепина, вот он выпустил биографию Шолохова. Я прям ждал ее, когда она ко мне придет в бумажном виде. Я не хотел читать электронно, мне хотелось держать в книжку в руках. Ну вот возвращаясь к тиражам, кстати, мне интересно узнать. Вот я вижу, специально перелистал ваш Волкодав 98-го, по-моему, да, 98-го года книжка, 75 тысяч экземпляров вообще-то. Сейчас такие тиражи, наверное, только у Пелевина есть, под 100 тысяч экземпляров у него выходят. Ну, первый, самый первый тираж самого первого Волкодава был 15 тысяч. А потом вот уже допечатки, допечатки. А сейчас сколько тиражей, не знаете? Ну, последних братьев тоже 15 тысяч, ну, а там дальше как пойдет. Я, честно говоря, не слежу за тиражами, там это и пусть издательство занимается. Но это для вас способ заработка по-прежнему, писательское мастерство? Да, я вот с 92-го года чисто на писательских хлебах, то есть, там пишу свое, перевожу. Что переводите? А что дадут? Я единственное прошу вот в издательстве, чтобы не занудная книга была, а то мне как-то подсунули толстенный женский роман, где они там по 50 страниц сидят носом к носу там и какие-то сплетни обсуждают. Я чуть не померла это переводить, вот. Нет, мне вот давайте там приключения, там. А с каких языков переводите? С английского. С английского только сейчас, да? Ну, в принципе, я с довольно многими языками, ну, если словарь под руками есть, справлюсь. Но основной язык английский. Это меня отец года в три начал учить английскому, и он у меня едва ли не второй родной вообще стал. Я, наверное, как многие дети 90-х и нулевых, много, ну, даже, наверное, несколько десятилетий купался в фантастике и в фэнтези. Для меня это прям как стиль жизни был, наверное. То есть я не знаю, сколько я прочитал, ну, не тысячи, наверное, но сотни книг точно. Вот. А как сейчас? И потом как-то отошел от этого. Но сейчас какие-то другие немножко книжки пошли. Как сейчас вот вообще вот это вот много ли чего-то знакового в фэнтези, в отечественном в том числе фэнтези или нет? Вы знаете, вообще такой вопрос для меня подстава, потому что художественной литературы я читаю очень мало. То есть я говорю, я научную-то не успеваю всю осваивать, которая мне нужна. Вот. А художественные книжки, ну, это вот по анекдоту, что Чукчин не читатель, вот Чукчин писатель. Единственное, я когда влезаю в какую-то новую для себя тему, я стараюсь все-таки по художественной литературе посмотреть, грубо говоря, что конкуренты на эту тему написали, чтобы не случайно не влезть в те же придумки и не поскользнуться на тех же банановых шкурах. Вот так вот. Там, когда я писала книжку те же «Искунс», ну, я некоторое количество боевичков про благородного киллера-то я поперечитала. Там периодически хохоча, значит, от происходящего. Вот. А возвращаясь к фантастике и фэнтези, вот про фэнтези, вот скажите мне, что не является фэнтези? Какая литература вот художественная не является фэнтези? Пушкин подумал, там, тра-та-та-та, и сказал, а вы при этом были? Вы точно уверены, значит, это уже ваша фантастика? А весь соцреализм с его мудрыми парторгами, значит, это не фэнтези? В какой-то мере. Ну, вот так вот начни разбираться-то, все оказывается фэнтези. Вообще, тоже, как говорят умные исследователи, сейчас в нашей фантастике большой кризис, потому что она сильно впала в развлекательность. Вот. А мне, когда первый раз сказали, что, господи, где-то я, куда-то меня пригласили, и я как раз рассказывала про рукодельные умения, которые пришлось осваивать, там, целую корзину там принесла, всего показывать, и была глубоко изумлена, когда меня объявили под лозунгом «развлекай», там, «просвещай» или «поучай», там, как-то так выразились, и начали со слова «развлекай». Я, значит, вообще не поняла, что происходит, я никогда не ставила себе целью кого-то развлекать, там, помогать, время убить в электричке, что называется. Вот что я, что вот мой соавтор Анна Гурова, мы совершенно на других принципах работаем. Мы узнали что-то очень интересное и стараемся художественными методами об этом рассказать нашим читателям. То есть вот такой принцип. А вот литература, которая ушла в развлекательность, вот, видимо, она-то сейчас в глубоком кризисе. Станислава Лемов не хватает сейчас, наверное. Ну, вот, да. Про фестиваль «Звезды над Донбассом» у вас футболка. Да, да, вот, с гордостью надела. Да, про него почитал, вы постоянно участвуете в этом мероприятии. Да, начиная со второго фестиваля. Да, вы расскажите коротко, что это, потому что не все знают просто. Это фестиваль, который изначально вот прекрасными людьми на Донбассе был задуман как такое сборище фантастов. Именно фантастов? Да, именно фантастов. Туда пригласили около двух десятков авторов. Вот, теперь они гордо носят значки «Отец-основатель». фестиваль задался. И на следующий год уже пригласили порядка ста человек. Ну, и вот я вошла в их число. И сейчас вот фестиваль этого года, он уже достиг, там было полтысячи. А проходит-то он в Москве? Нет, он проходит совсем не в Москве. Вот в 20-м и 21-м году мы приезжали в Донецк, а когда, значит, обстановка накалилась, один год как бы очно мы не собирались, и фестиваль был в формате всемирного сбора гуманитарки, значит, для населения, попавшего вот под военные действия. А последние два раза он проходил в Мариуполе. Я знаю, что это ваша принципиальная позиция, но тем не менее, почему, ну, как бы сформулировать, почему важно творческой интеллигенции в том числе ездить туда, говорить там с людьми, демонстрировать свое творчество? Для чего это? Ну, вы знаете, там, когда вот в прошлом году моя коллега Елена Хаецкая выступала в одной школе, и ее потрясло, что ребята из выпускного класса, для них пустой звук, например, имя Пушкина. Что-то краем уха они когда-то слышали, но так-то не в курсе. Они не читали «Пиковую даму», они понятия не имеют о Евгении Онегине. И вот она им там вот эту самую «Пиковую даму», она им в жанре хоррор пересказывала, и пересказывала так, что там потом смели из школьной библиотеки вообще всего Пушкина. Я тоже с этим столкнулась. Вот в этом году меня отправили выступать в школу, и когда я рассказывала, значит, о некоторых словах замечательных, которые я нашла по словарям и затащила к себе в книжку, и, например, на слово «бутырка», когда я рассказываю, как у меня появилось слово «бутырка» с маленькой буквы в романе «Братья», наши старшеклассники, понимающие, хохочут. Там они сидели вот так вот. А почему важно нам туда ездить? Во-первых, чтобы этого не было. Чтобы дети, которым преподавали украинскую литературу, и за бедностью оной тут же переходили к западной литературе, а вот весь этот континент русской литературы вместе с Россией куда-то был задвинут в дальний угол, лучше бы этого не было. Вы знаете, когда мы разговаривали с простыми мариупольцами, переход под руку России для них выглядел так, что пришел кто-то огромный, могущественный и с хлебом. А вот теперь этот огромный и могущественный приходит с книгами. Вот так мы это воспринимаем. Сначала с книгами, а потом с другими направлениями. Мария Васильевна, времена меняются. Вы застали несколько эпох, много эпох. Вы в 70-е учились в УЗИ, в 80-е вы работали инженером, человеком технической, прямо скажем, специальности. В 90-е вы переживали со всей страной, занимались писательским трудом, вы переживали нулевые, двухтысячные годы, десятые, двадцатые. Какое время вам милее? Советское, постсоветское? Может, вам комфортнее сейчас? Или нельзя так говорить, что лучше? Знаете, вообще вот большое видится на расстоянии. Восприятие, значит, тоже меняется. Когда после, значит, махрового застоя 80-х годов, вот какого-то такого, который казался удушливым, наступила перестройка, значит, рухнул железный занавес, вот там и литература, и от литературы до сникерсов вот это все посыпалось, значит, это было «у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Сейчас мы, можно сказать, ностальгируем во многом по тем временам, когда нам казалось, вот как мы плохо живем. Вы тоже ностальгируете? Конечно, ностальгирую. В общем, когда одно Евровидение чуть-чуть посмотришь и думаешь, боже, где железный занавес, сделайте его еще в два раза толще. То есть, то, что нам казалось каким-то освобождением из вот этого затхлого застоя, сейчас вот начинаешь понимать, насколько нас разворотили. Знаете, как кто-то из великих современных ютуб-деятелей говорил, что пока чекист с наганом стоял около творческого человека, у него шедевры получались. Чекисты исчезли, и куда-то исчезли шедевры у многих. Ну, там чекист с наганом, это как бы уже... Я условно говорю, да. Да, 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 это уже как бы крайний такой случай. Но вот когда литератор испытывает определенное давление, вот как это не смешно, это только идет на благо. От цензуры вычищает некий шлак в том числе. Да, да, да. А когда это все пропадает, вот тут наступает какое-то... что-то очень нехорошее. Творческая анархия в какой-то мере. Ну, в общем, да. Каждый считает долгом, значит, начинку своих там совершенно необязательно адекватных мозгов выплескивать на читателя. И никто это не контролирует. И никто это не контролирует. Нет никакого седа. Да, то есть вот определенная цензура там в смысле нравственности, вот в смысле каких-то действительно человеческих устоев, там я не говорю сейчас там про истины марксизма, но вот какие-то устои там семейных ценностей, действительно ценностей человеческого общежития, присущие русскому народу, ну, извините за пафосное слово, соборности. Вот как мне одна мудрая читательница подсказала, у нас нету глагола «победю», у нас есть «победим». Вот, и вот у нас ведь невозможно супергероя придумать. Это и я пробовала, и многие пробовали, вплоть до того, что по материалам, ну, как бы по прошествии каждого нового фестиваля «Звезды над Донбассом» пишется сборник рассказов на определенную тему. И вот попробовали сделать сборник «Русский супергерой». Ну, переименовали в «Просто герой». Потому что, ну, нет, для нашего менталитета невозможно, чтобы там кто-то в красных трусах летал над крышами и решал проблему. Это только вот когда мы все вместе беремся за, так сказать, вот за гуши, мы вытаскиваем эту телегу. Вот. И, значит, вот об этом некая цензура должна заботиться. Чтобы не размывалось это. Чтобы не внушали вот какой-то под предлогом уважения к индивидуальности, чтобы не насаждали индивидуализм. И вот это ячество, значит, что, а, кто-то там пошел воевать, кого-то, значит, кого-то в армию прислали. Но я же не для этого рожала своего ребенка, нет? Моя деточка в армию не пойдет. Вот чтобы этого не было. Весь народ туда, и ты туда, и твоя деточка туда. Рисельна, заканчивая тему про Советский Союз, для вас развал Союза тогда и сейчас были ли трагедии? Тогда вы чувствовали это как трагедию? Абсолютно. Сразу? Конечно, ведь, слушайте, ну, народ же там 75 или сколько-то процентов проголосовало за, причем всюду, во всех регионах. Никто вот из народной массы не хотел этого развала. Ну, вот собрались три ничтожества, значит, в баньке там за водкой, и каждый хотел для себя индивидуальной власти стать главой государства. Ну, вот стали. Чего получилось? Я, знаете, был в музее Ельцина в Екатеринбурге, там эта часть про референдум полностью вычищена, ее нет. Ну, да, да. Про это вообще. В этих кругах не принято об этом говорить. Да. Скажите, вам комфортно жить в современной России? Многим некомфортно, кто-то убегает. Ой, знаете, времена не выбирают, в них живут и умирают. Ну, и с моей точки зрения не выбирают страну. Вот, где родился, там пригодился. А кроме того, у меня вообще, у меня мысли никогда не было, что вот у меня не та страна, что я там должна вот свою, простите, драгоценную задницу уносить куда-то еще. Да зачем? Это моя страна, моя земля. Это здесь похоронены мои предки. И здесь я пишу свои книги. Я никуда не поеду, и никто меня отсюда вообще не выгонит. Вот убейте сразу. Спасибо огромное за интервью. У меня в конце совершенно частный вопрос, но я хочу его задать. Вы говорили про Стругацких в одном из своих интервью, и говорили, но у вас очень коротко, смысл такой, что те миры, которые описывали Стругацкие в начале своей карьеры, это те миры, в которых вы хотели бы жить. А те миры, которые описывали Стругацкие, в том числе в Граде Обреченном, вы совершенно не хотели бы там жить, и вы не принимаете эту часть. Да я и читать это не хочу. Да, то есть это все, наверное, наблюдали, ну, любители фантастики, фантастики отечественной в том числе, наблюдали эту эволюцию Стругацких, так скажем. Что вам больше всего не нравится в Граде Обреченном? Обреченность? Ну, я, честно говоря, вообще социальную фантастику про то, как все плохо, я это просто не люблю читать. Я люблю читать такое, знаете, от чего хочется жить, работать, творить. И когда там читаешь про вот этот мир полдня, где тоже полно проблем и трудностей, там и погибают, и какие-то личные разочарования испытывают, но это как бы человечество куда-то идет, куда-то движется, и вот все что-то строят. Этот мир полудня у меня до сих пор перед глазами стоит, хотя уже сколько лет прошло. А читать там, ну, не знаю, какую-то мракоту, ну, не люблю. А трудно быть богом? Ну, там я не очень согласна с тем, как его обычно оценивают. Ну, вот эта, конечно, книга тоже очень трагическая. Ну, знаете, никто не совершенен, в том числе и братья Стругацкие, значит, на которых мы все выросли. Даром ли во многих постановках по трудно быть богом и экранизациях там Киру оставляют в живых? Потому что, ну, писатели свои закидоны. Свои, да. Свои закидоны. И знаете, в разные эпохи на первый план выходят разные книжки. И вот когда мой пресловутый волкодав был написан в 90-е годы, вообще я слышала такие отзывы, там, книга бессюжетная, ну, как же, герой там должен всю книгу идти, там, бороться с каким-то суперзлодеем, а в конце его торжественно повергнуть. Вот этого нету, все, читать нечего, там ничего не происходит. А вот сейчас мне рассказывают, что волкодав в какой-то мере становится даже путеводным маяком для многих вернувшихся со спецоперации, которые вообще не знают, как жить дальше. А книжка-то у меня про то, как вот человек, буквально себя похоронивший, что я снаружи живой, а внутри я умер, вот что и происходит в первой главе, он учится жить, он заново мир открывает. Цель для себя на поле. Да, да, он обнаруживает, что вот небо голубое, а трава зелёная, это уже повод для того, чтобы жить. И оказывается, что вот именно эта книжка сейчас вот многим ребятам, которые травмированы, пережиты на спецоперации, а вот вдруг им оказалось именно это близко. Мария Сильевна, можно подписать книжку? С удовольствием. Держите. Ещё вы меня не спросили о национальной идее. Меня очень любили одно время это спрашивать. Давайте спрошу. Вот. В чём национальная идея? Да. И я всегда на это отвечаю. Ну вот раньше отвечала, что для меня национальная идея – это когда немцы из окопов кричали «Рус, сдавайся!», а солдаты, татары и буряты, сидевшие в противоположном окопе, кричали «Мы русские, русские не сдаются!» Вот. А сейчас вот Путин награждает там отчаянных танкистов, героям, геройские звёзды им вручают, ну и спрашивают, вот, как вот такая была ситуация, как же вы, значит, не попятились от врага. И три русских парня отвечают «Мы буряты, буряты не сдаются, и от врага не бегают». Вот. Вот она, национальная идея. Наша национальная идея – это вот того, что нас много, разных народов. Вот. Кому подписывать? Андрею. Андрею. Да. Ещё не сегодня, ещё не сегодня, помирать не сегодня, ещё не сегодня. Спасибо огромное. Спасибо. Удачи вам. Приезжайте. Только свистните.